Все, друзья, запись пошла, и я, Алексей Хохлатов, рад представить вам очередной вебинар, запускающийся, готовящийся к старту компании, Макросматик, отец-основатель, который сейчас перед нами, Максим Федотов, хочет сегодня нам рассказать о все тонкости от экономики, потому что пока у нас не было полного объемного вебинара на эту тему, что такое экономика, это, возможно, мы сейчас покупаем до открытия компании часть, считайте, доли в прибыли компании, в чистой прибыли, в будущей чистой прибыли компании, сама компания стартует, ну, я бы сказал, что намечен старт на 1 июля, мне кажется, что всякие сдвиги могут быть, но Максим уверен в том, что 1 июля все запустится, поэтому я свое мнение оставлю при себе, это чисто имхо, то есть, если там будет неделя туда, неделя сюда, я не удивлюсь, но тем не менее, в общем, где-то ориентировочно с 1 июля компания запустится, и тогда уже мы с вами сможем делать инвестиции, ну, и не только мы, все смогут делать инвестиции, там понесется, что называется, вот, Максим готовит открытие компании на высшем уровне, то есть, это не просто, там, не знаю, чат-бот, да, какой-нибудь, как сейчас многие делают, где можно инвестировать, и, ну, хорошо, на хорошем уровне, какой-нибудь сделанный бот, дает возможность, там, смотрите, структуру, и доходы, и так далее, это будет полноценный портал, это будет крупнейший портал, я бы сказал, очень с хорошим юзабилити, Максим, ты уж прости, я немножко просто то, что знаю, расскажу людям, а потом мы уже тебе дадим слово, вот, это будет не только портал, это будет еще и возможность двух видов торгов, во-первых, на общем PAM счете, и, во-вторых, на своих VIP-счетах от 100 тысяч долларов и дальше, на, именно, своих счетах, на своих биржах или у брокера, вот, то есть, два вида торговли, и, кроме того, будут еще сервисы, то есть, такие сервисы, как создание криптокарт, раз, и такого сервиса, как, что-то вылетело у меня из головы, ты, Максим, лучше знаешь, что-то там, короче говоря, еще есть, а, и создание криптокошельков сразу, как только человек регистрируется в компанию, ему сразу создается кастодиальный криптокошелек, то есть, 12 слов он от них знать не будет, но это полноценный кошелек, который открывается, ну, на любой бирже, например, когда человек регистрируется, такие же кошельки открываются, то есть, это полноценный, хороший, мощный сервис, но при этом, единственное, что еще добавлю, на входе это не смарт-контракт, то есть, не надо будет скачивать кошелек, заливать туда газ, покупать какую-то валюту и так далее, это будет максимально упрощенный вход, то есть, можно будет делать автоворонки, которые совершенно элементарно будут позволять людям заходить и инвестировать, то есть, он просто по ссылке человек переходит, читает какую-то информацию на этой воронке, если ему все нравится, он переходит дальше на регистрацию, в портал, на оплату, и, собственно говоря, уже оказывается внутри компании, и там в течение, не знаю, дня или тут же, ну, наверное, какой-то срок, может, раз в час, это уже, Максим, тебе виднее и, наверное, ближе к открытию компании, его средства добавляются на реальные счета, где, собственно говоря, и происходит торговля. Потом раз в неделю подводятся итоги и снимаются комиссии с прибыли, ну, и, соответственно, все, кто по структуре, получают прибыли с этой комиссии, свои прибыли уже. Вот, это я рассказал в общих чертах, чтобы, в принципе, было понимание, на что, собственно говоря, сейчас мы скидываемся, в чистые прибыли чего мы участвуем, вот, а дальше уже, Максим, давай тебе флаг в руки, что называется, и тебе слово по поводу именно токеномики, то есть, какую прибыль, какую часть, в каком виде, на каком токене, там, на какой, в каком блокчейне это все покупается, где это хранится, как это будет все происходить, вот это, в каких объемах, и, наверное, тоже поделись экраном, на слайдах, наверное, будет, ну, может быть, не сейчас, добрый, добрый, вечер, пятница, спасибо за встречу, да, да, спасибо всем, кто пришел, на самом деле, это героический поток, поступок, в пятницу, в шесть часов вечера быть в рабочем режиме, вот, давай с вопросов начнем, давай, чтобы я так мог вкатиться, не слышно, Алексей, тебя не слышно. А, да, я говорю, прости, мне тут в дверь постучали, надо открыть ее, но, я задам тогда первый вопрос, ну, самый очевидный, собственно, у нас какие-то два вида токенов, чем они отличаются? Да, у нас два вида токенов, Royalty и Utility. Собственно, по названию, понятно, суть этих токенов, то есть, Royalty Token, это аналог привилегированных акций, то есть, дивидендных акций. Покупая, имея у себя Royalty Token, вы получаете часть чистой прибыли компании, без права голоса, то есть, без права участия в операционной деятельности, принятия управленческих решений. Вот. Всего выпущено 5 миллионов Royalty Token, токенов, и 40% из них представлено для продажи. То есть, по факту, потенциал привлечения раунда инвестиций, то есть, который, это не привлечение раунда инвестиций, продажи токена, это 40% в чистой прибыли компании. Вот. Из чего будет формироваться чистая прибыль? Это три основных денежных потока. На первом этапе это три основных, потом там еще будут добавлены. Первое, это комиссия с прибыли, которую получает компания. То есть, компания, в принципе, зарабатывает на комиссии с прибыли. То есть, мы сначала заработаем пользователю, потом забираем себе комиссию с прибыли. В среднем это, там, 30% от прибыли. Там есть всю градацию. Почти чуть-чуть. Просто вмешаюсь, да, что чем меньше вклад, тем больше комиссия. Чем больше комиссия, да. То есть, от 50 до 20%, в среднем 30%. Да, до 30, ну, там, 32, получается, ну, да, 30%. Вот. Второе, второе, второй денежный поток, это оплата за подключение счета. То есть, за отключение, вернее, к PAM-счету. Вот. Это 100 долларов за подключение счета. Из них 20 долларов, это прибыль компании. 80, это и технический платеж, и выплата в сеть. И третий денежный поток, это сверхкомиссия за транзакции. Так как у нас кошельки и, в принципе, и Royalty Token, и кошельки будут созданы на системе BSK, BEP20, то есть на BNB, то стандартная комиссия за транзакцию BNB, там сколько, 0,35, да, доллара. У нас мы выставляем, что комиссия за транзакцию будет 2 доллара. Соответственно, то, что сверхкомиссия, это тоже там доходная часть компании. Вот. В последующем мы планируем стать маркет-мейкерами для монет с капитализацией менее 5 миллионов долларов, и это будет четвертым дополнительным, на самом деле, очень мощным таким денежным каналом, подходящим денежным потоком, где мы будем брать проект на начальной стадии и делать ему маркет-мейкинг, то есть управление ценой, управление риквидностью в течение полугода-года, и делать органичный памп за 3-4-5 месяцев делать X3, X4, X5, то есть контролируемый такой плавный рост. Потом, когда заходит туда сторонняя ликвидность, то есть сторонние трейдеры видят, что монета растет, начинает покупать эту монету, то есть заливать ликвидность, мы потихонечку начинаем оттуда выходить, соответственно, распродавать активы и выходить из него. Соответственно, вся наша аудитория будет зарабатывать, пока мы идем, контролируем этот курс, что мы будем пользоваться ликвидностью той, которую нам доверили в управлении либо подключились на копирование. А мы как компания взяли аллокацию токена этого проекта, монету, мы получили в самом начале ее, и, соответственно, мы понимаем, когда мы из нее выходим, мы продаем по самому верху. То есть вот этот органичный рост мы весь забираем от начала и до конца. И после выхода из проекта там будет небольшая просадка в районе 20-30% по курсу. В принципе, это достаточно в коридоре той хождения той... Включилась демонстрация экрана, да. В хождении цены, в коридоре хождения цены, и поэтому там никакой критической там критического падения для проекта не будет, как таковое. Вот. Утилити токен, это второй вид токена, он сейчас... Его нельзя будет купить, его можно будет только получить, выполняя определенные ачивки. То есть он создан для геймификации самого портала и для вовлечения пользователей в процесс пользования, и, соответственно, выполнения каких-то действий, которые полезны компании. Ну, к примеру, мы сейчас... Сегодня я согласовал 22 вида использования утилити токена. Механика еще будет дописываться, но сейчас уже придумано 22 способа, как можно его использовать. Ну, к примеру, если пользователь разместит пост о компании у себя в соцсети, он за это получит утилити токен. Вот. Есть... Для компании маркетинговые расходы имеются, да, соответственно, мы можем платить это внешнему пользователю, можем платить это внутреннему пользователю, да, вот. Внутренний пользователь с гораздо большей эффективностью это делает. Ну, и так далее, то есть там много всяких функций. Вот. И интересная механика утилити токена, то это токен с бесконечным ростом. Вот. Потому что, ну, как обычно работает, то есть это два стакана, да, то есть в одном там стакане USDT, а в втором там будет утилити токен. Соответственно, если кто-то продает в стакан утилити токен, то есть токен останется самым больше, денег становится меньше. Ну, USDT. Да, соответственно, вот этот объем токенов становится, стоит вот такой объем денег, ну, соответственно, становится дешевле. Если кто-то покупает токен, то пропорции меняются, соответственно, да, то есть токены становятся меньше, денег становятся больше, вот. Меньшее количество актива стоит больше количество денег. Вот. В данном случае при... Так как утилити токен нельзя купить, его можно только заработать то есть получить за что за какую-то активность то ликвидность мы будем наливать из как раз из определенных действий да то есть мы там часть из части прибыли будем там небольшой кусочек направлять в из транзакции как раз будет там часть будет из комиссии за транзакции будет направляться утилити токи нераспределенная часть нераспределенной партнерки будет выходить в ликвидность курс токена будет расти а когда пользователь продает утилити токен и забирает себе usdt он не попадает стакан он сжигается то есть стакан всегда будет то есть денег будет становиться больше а токена будет всегда одинаковое количество вот поэтому такой там токен бесконечным ростом поэтому а сейчас даже когда вы покупаете роялти токен то есть матер вы получаете себе партнерку в утилити токена и он сейчас стоит один цент то при базовой выходе компании базу 1 июля то базовая стоимость базовая ликвидность уже будет залита там порядка 250 тысяч будет уже залита в ликвидность утилити токена вот поэтому уже будет рост немножко сумбурно второй эфир на сегодня конец недели это новый примерно вот так не сказал бы что прям все все поняли даже я может быть где-то что-то не совсем допонял но если что короче говоря вернемся я предлагаю максим просто идти по эти по утилити токе по утилити токе ну это отдельная механика которую мы попозже еще расскажем потому что она сейчас очень много дорабатывается но фишка в том вот самая фишка в том что но он вот у него есть курс он будет только расти потому что туда будет стакан наливаться ликвидность а самого токена будет всегда одинаковое количество поэтому когда его будут продавать компанию он будет сжигаться они добавляться стыля сошли вот сейчас я все понял я старался так ну я предлагаю дальше просто идти по слайдам какие-то раунды повышена там и все такое 5 миллионов токенов сейчас прибазывается нет там один токен там один доллар продается сейчас в четыре раунда 40 процентов соответственно 2 миллиона токенов в предложении разбито на четыре раунда каждом раунде по 500 тысяч токенов которые объединены в лоты аж блок это 1000 токенов соответственно можно видеть до 1 раунд то 500 тысяч токенов и к 1 лот 1000 токенов цена вот 350 всего для продажи представлены 500 лотов из этого раунда на текущий момент у нас уже продано пару часов назад уже мы переходили за 100 до 100 лотов то есть полотов из этого раунда уже продать соответственно дальше как только будет продан этот раунд соответственно начнется раунд по цене 450 продаж сайта начнется раунд по 550 и по 650 соответственно вот также у нас будут раунды байбеков то есть компания обратно будет выкупать у слабых рук обратно будет выкупать себе токен соответственно чем больше доля будет находиться в компании тем больше доли компании именно у нас остается да вот раунды байбеков будет проходить каждые три месяца вот так мы на дисклеймер мы уже сразу на дивиденд на политику сейчас я не славим не написан был где-то кажется написан байбек последнем слайде он был давай сразу тогда к нему хоп ой вот да вот да да компания придет 4 равно байбеков это обратный выкуп который будет проходить каждые три месяца то есть это как 1 июля у нас возврата средств для людей да 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 то есть ну кто-то захочет ну то есть есть разные стратегии да одна из стратегий инвестирования это не потерять да и допустим продать 50 процентов своего токена с удвоением этого изобрать там вложенные средства это уже не не потерять а все что остальное будет это ну сверх трибыль да то есть и это одна одна из моделей инвестирования в любом инструменте да вот которая может быть соответственно если ты продашь 50 процентов 50 процентов останется ты на него будешь получать дивиденды вот здесь у нас уже так как цену цены у токена как такового нету мы как бы и назначаем вот соответственно мы назначаем раунды байбеков вот по какой цене мы будем выкупать эти токены 30 сентября будет 1 1 слог 10 процентов всех токенов у всех вне зависимости от того в какой кто в какое время купил сегодня завтра или послезавтра или прям там 30 июня перед стартом на если будут еще лоты вот то у всех разморозится 10 процентов токена и цена байбека будет 500 долларов за лот то есть если кто-то купил сегодня по 350 долларов он может продать по 500 долларов за лот в принципе хорошая хорошая наценка там за короткий период даже он не все может продать 10 процентов потом в декабре 10 процентов то есть если вы купили 10 лотов то у вас разморозится только один лот вот 30 декабря соответственно еще 20 процентов разморозится если вас было 10 лотов то у вас два лота разморозится важный момент что байбек ведется в течение трех дней через три дня если вы не приняли решение о продаже токена он в автоматическом режиме становится налог на следующие 12 месяцев то есть пока все раунды байбеков не закончится этот токен будет в локе в локе это значит вы не можете его продать но будете получать на него дивиденды дивиденды будут выплачиваться ежемесячно по первым числам изначально вы хоть думал о том чтобы сделать это еженедельно потому что мы получаем комиссию с прибыли еженедельно снимаем вот но из-за того что я хочу сделать вернее даже я буду делать бюджетирование то есть горизонт планирования увеличивать вот и бюджетирование как минимум на полгода рассчитывать то выплата дивидендов еженедельно не позволяет планировать расходы таким образом слайдах у нас есть слово еженедельно да мы его должны заменить на ежемесячно да да на ежемесячно также по смарт-контракту но ежемесячно то есть деньги будут накапливаться на отдельном счету мы в конце месяца загружаем смарт-контракт бюджет условно там планируемые расходы которые должны будет составлять не более 50 процентов от прибыли компании то есть мы больше 50 процентов не имеем права увеличить увеличить расходы больше чем на 50 процентов вот но это чтобы почитать законоверный вопрос то что это бизнес в бизнесе можно похоронить или в маркетинге можно похоронить там неограниченное количество денег вот у нас ограничено что мы не больше 50 процентов можем в расходы пустить от прибыли то есть реинвест делать соответственно мы загружаем бюджет и смарт-контракт распределяет эти эти деньги идут на бюджетирование эти расходы компании эти в дивиденды и там уже дивиденды всем распределились начислились на их юзды кошельки которые в платформе уже с платформы вы сами можете выводить один клик выводите на другой кошелек вот и либо через процессинг мы даже постараемся сделать чтобы у нас очень быстро был рублевый процессинг вывод на карту был сервис и давай еще раз на меня обозначим что дивиденды это не есть прибыль на то что вы вложили в качестве инвестиций это разные да это чисто красивая штука сейчас можно поучаствовать в раундах до купить токен который у нас роялти токен который насмотр называется да и в общем можно на старте компании вообще не участвовать то есть можно не вкладывать ничего просто сидеть сторонке и получать чистую прибыль потому что вы были теми людьми которые финансировали открытие компании фактически вот так да абсолютно верно да да но как ранние деньги самые дорогие деньги вот для компании понятно что там через полгода там та сумма которая сейчас нужна для запуска она там будет ну незначительная но сейчас когда идет запуск это все все просчитанное без каких-то особых без жира даже всех она показывала расчет на самом деле все так прям очень собрано по минималкам только необходимое вот и сейчас это в принципе благодарность что ли да или там за то что это не благодарность неправильно сказал это решил придумать на ходу ну нету не так в общем покупка лота это части в чистой прибыли компании не не обязывает покупателя ни к чему то есть он не обязан стать инвестором не заводить деньги на платформу он может вообще ничего не делать то есть он может чисто как инвестор получать дивидендные доходы и не более того вот ну да люди вскладываются на развитие компании фактически как таковой и они получают часть чистой прибыли этой компании вот на этом слайде указано то по расчетам какая будет часть чистой прибыли единственное что надо сказать что в эти расчеты вообще не вошло то предложение которое получила компания 2 недели две недели назад по раскрутке вот то что называется золотой билет вот об этом наверное тоже сейчас сказать и я хочу заметить тоже максим немножко я возьму на себя речь вот у нас был вип сейл на вип сейле было по моему только всего лишь 40 лотов не пидал никаких 40 лотов всего года вот это были первые люди которые вообще как бы как сказать совсем не имеют страха ну или очень сильно рисковали заходя потому что тогда еще не было ни слайдов не было какой-то четкости вот и они чудо было 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 и концепция да такая чтобы мы обещаем будет вот будет вот так вот и это все в телефонном режиме то есть там это сделал все один человек вот в 1 вот он за неделю как бы самая принципе продавали те люди которые просто поверили на пустом месте без всяких там материалов каких-то и так далее поэтому они купили лоты дешевле и тогда продавалась 3600 3 миллиона 600 токенов после того как появилась команда и после того вот это вот по раскрутке которая золотой билет сейчас мы к этому перейдем и после того как компания уже как-то сформировалась были были эти вот первый раунд продан и стало понятно что как бы есть деньги на то чтобы там заплатить за то за все за упаковку и как бы стартануть программистом да там начать дизайнеры там личный кабинет и так далее то есть когда все пошло уже риск уменьшился и плюс ко всему появилась эта команда по раскрутке которая лидов приводит в огромном количестве и соответственно по-хорошему надо было бы пересмотреть ну сам вот этот бизнес-план доходов тоже доходы тут будут исходя из этой новой команды не в два наверно даже и не в пять раз больше а скорее всего но существенно боль может раз в 10 существенно но тем не менее у у максима просто не нашлось время сейчас разрывается на 100 частей там и этим надо этим дать старт чтобы эту табличку перерисовать с учетом вот этих интересов с учетом того что будет раскрутка вот поэтому имеем то что имеем ту табличку которая по старым принципам было она просто пересчитана на новую эмиссию на 5 миллионов токенов вместо 3 600 и те кто были випы кто заходил на вип сели а им соответственно будет доплата насколько там получается процентов 40 наверное 40 40 процентов что-то типа того да просто им токенов больше начислиться для того чтобы доля от общей прибыли у них не уменьшилась вот и я к чему к тому что кто заходил уже на обычный сел час на 350 долларов да у тех в общем наверное я как предполагаю нету оснований считать что типа вот сейчас только слайды появились а мы стали смотрели старые слайды там где за первый год было нарисовано там 2000 долларов по расчетам да хотя нам кстати ошибка в расчетах я пересчитал на нашим расчетам и 482 600 там с чем-то долларов потому что есть общая сумма есть 3 миллиона 600 так разделе разделишь общую сумму прибыли на 3 600 и получаешь здесь сумму там была ошибка в расчетах но тем не менее этот слайд был показан и кто-то из тех кто зашел на 350 сейчас до за стоимость он говорит апеллирует потому что там был 2000 а сейчас 482 это как бы там в пять раз меньше ребят на самом деле расслабьтесь потому что и риск у нас сейчас меньше кто заходит на 350 и прибыли будет гораздо больше чем 482 просто максим надо наверное может выходные еще когда я знаю ты сейчас без выходных работаешь дорисовать с учетом вот этого золотого билета то есть сколько там будет меня только на день рождения женщина моя удалось меня утащить внизу если ты возьмешь тропку пожалеешь не ноутбук они максим я наверно круто ну тогда на золотой билет потому что она об этом надо сказала немножко здесь остановимся действительно важный момент потому что ну да понятно это цифры на которые можно опираться да и там и действительно финмодель которая считалась она считалась без учета вот это вот спецкоманды по трафику ну что очень важный момент что я хотел бы обратить внимание что компания в принципе одну финмодель была рассчитана езут этой спецкоманды по трафику и компания прибыльной даже нужно сказать сверхприбыльно без учета этого инструмента то есть она сама по себе по тем инструментом которые были были мне доступны и тем людям которые мне были доступны еще до там вот этой спецкоманды по трафику на те ожидания которые у компании там по монетизации бизнеса были они очень достойные да и даже получение дивидендов с увеличение доли эмиссии до 482 доллара на там вложены там 350 долларов там из первого раунда если ты покупаешь да то это все равно тоже очень хорошие цифры на это там практически 150 процентов перекрытия да идет 150 годовых идет на вложенные деньги не уже не не говоря уже о второй год вот а с теми показать и все равно как нужно понимать что это но это мат ожидания это ожидание то есть это не гарантированно чтобы принуд будет рубль рублю так копейка в копейку это ожидание то если мы развиваемся вот это как цель цель которую мечемся то есть если мы развиваемся вот этой скоростью то и с этими объемом то доходы компании будут вот такие это самое число людей будет такое то доход ну то есть вот эти все параметры вот поэтому это больше как таргет да то есть эта цель это не четкая фильм модель там прибыль этот таргет куда мы я говорю мы должны вот сюда то есть когда допустим мне приходит маркетолог да и он говорит что нужно делать тебе нужно привести вот меня вот к этим показателям чтобы была вот такая динамика подключения пользователей вот такой средний депозит вот такое распределение по инструментам должно быть и это самозадачу понял все пошел дальше делать я дальше делаю скоринг ну сверху по вот этим вот параметр понятно ну что тогда идем к золотому билету да да давай это очень интересный очень важный момент золотому билету это я кручу сейчас слайды назад для тех кто не в курсе вот она так а предыдущий слайд о чем а ну это нет вывод прям вот нужно нужно на презентацию ошибочка затлатой у нас получился билет да ладно окей грамматической ошибочки исправим ну что ж максим ну ты хочешь может быть чтобы я пару слов сказал да да вот ты уже сказал словосочетание что профессиональная команда по трафику это русские ребята эта компания которая занимается международной раскруткой всевозможных проектов и гонит трафик на все чтобы все что только можно вот все кто готов заплатить им те деньги которых они стоят они стоят очень прилично то есть там речь не о десятках а сотнях тысяч долларов один заказ вот и им даже запретили работать на теорете роя сша потому что они влить могут повлиять просто на итоги выборов они что делают они искусством интеллектом создают аватары ну так внешне тех как от личности до аватары личности которая начинает общаться с теми людьми которые этой аватаре больше подходит что значит теми людьми те которые живут на твиттере фейсбуке и инстаграме ну в соц сетях может сэкоптик токи или еще где вот и начинают там общение и выводит на в итоге на то предложение которое нужно заказчику но не только общаются они создают какой-то кипич и выводят в топ посты которые сами же при этом и генерируют так чтобы тема звучала в информационной среде ну то есть заходит пользователь простой там не знаю в корее где-нибудь в социальную сеть к себе в обычное привычное место и ему в ленту начинают всплывать какие-то сообщения которые касаются того предложения который заказчик этим ребятам заказал простите за масло масляные и в итоге он этот пользователей волей-неволей начинает читать если не начинает читать то он может завтра послезавтра зайдет и опять увидеть на эту тему но другой пост и там заинтересуется вот такая у них технология и цифры которые они способны генерить они просто какие-то бешеные может быть даже в них не очень верится они способны по нашему кейсу именно по нашему предложению за генерить 90 миллионов сообщений в личку 9 9 миллионов 9 миллионов 9 миллионов 9 миллионов разговоров диалогов с целевыми пользователями а 90 тысяч он я вижу целевых юнитов то есть 9 миллионов диалога давай 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 я включусь но я просто расскажу и которые в итоге в в чисто людей которые готовы подключиться в это наше деловое предложение macrosmatics выливаются в две тысячи человек которые готовы подключиться это на одного одного лидера нас те дали золотых билет вот но и сейчас предлагается просто купить 15 лотов 15 человеком сколько лотов уже куплено по 8 до 6 и 2 забронировано до 8 и это будет те люди которые будут обрабатывать эти юниты или лиды их по всякому называют да то есть тех людей которые будут стучаться уже прогреты искусственным интеллектом которые будут говорить вот я хочу да покажите мне куда вот ну и дальше уже твое тогда слово и очень важно еще знаешь максим что затронуть в твоем разговоре это сколько времени и когда потребуется у этих лидеров на обучение часов в день так скажем то есть есть такие вопросы я опять немножко чуть-чуть вперед вперед тебя побегу просто тоже часто задаваем вопрос если типа у этих товарищей у максима и ку-н компани да есть такие возможности под литию трафика чего они тогда приглашают сеть или либо себе трафик и все тоже ответь для этого если у меня есть ответ я не солнышко не собираюсь обогреть это все выгодно смотрите давайте начнем сначала откуда появились эти ребята вот так как у меня техническая технологическая компания и у меня технари действительно очень высокого класса соответственно общается в такой же среде вот и эта команда по трафику так получилось что сколько-то лет назад мой ким лид делал для них там часть проекта да тоже с нейронными сетями связано они делали там первые как бы варианты там с дипфейками вот и и константин разрабатывал для них модель участвовал в разработке модели наложение на на лицо другого интерфейса другого фейса вот в общем то есть ребята такие кулуарные которых ну просто так но не встретишь это им кого-то река нужно что им нужно чтобы порекомендовали там ну и так далее то есть это чисто история по знакомству так сказать вот что ребята делают 2017 года они занимаются маркетингом в интернете через нейронные сети и сейчас через уже через и то есть через искусственный интеллект у них три продукта и я с ними подписал договор на комплексное сопровождение компании на 12 месяцев по всем трем направлениям вот первое направление это работа как раз по трафику с лидерами и два направления которые по работе именно на компанию вот собственно из-за чего они были запрещены в работе для работы в сша вот их технологии продаваясь сначала про вот эти два потом быстренько один инструмент создает информационное поле то есть посты перепост перепосты через инфлюенсеров через блогеров там у них есть механика такая которая создает информационный шум такой что складывается впечатление что о этой компании или об этом продукте говорят все вокруг то есть окружение информационным полем вот соответственно выдавая это формирование такого общественного мнения вот из тех проектов которые они продвигали о том что можно говорить они продвигали на рынок на начальной стадии стадии проект пепе доги коин спейс год вот остальные проекты под индей вот алексей видел я показывал скрины и проектов с которыми они сейчас работают там действительно большие международные проекты которые они сейчас продвигают биржи беттинг крипто проекты вот это вот такое формирование общественного мнения вот второй третий инструмент это вывод стоп в топ-3 по поисковым запросам вывод компании в топ-3 по поисковым запросам google и яндекса за счет там ссылочной массы какого-то каскадного слива они выводят компанию в топ-3 но это там процесс который занимает там полгода вот это то что там они будут делать именно для компании вот то что предложение для для лидеров и их структур то что золотым билетом почему вы сами поймете почему это золотой билет вот что они делают идет они сначала оцифровывают личность лидера то есть сканируют его соцсети его посты его видео и соответственно формируют эту субличность которая имеет все черты этого лидера и вот темперамент и речевые обороты динамику реакции голоса полностью субличность ваш ваш виртуальный портрет формируется потом под этот виртуальный портрет формируется там неограниченное количество аватаров аккаунты в соцсетях которые которые делают приличное наполнение контентом по разным тематикам делают посты так далее фотографии у них там есть такие прям живые соцсети которые ведутся там несколько недель вот это то что касается там одной части вторая часть это работа целевой аудитории соответственно парсится базы вот выявляются целевые юниты как они определяются то есть есть там посты есть группы в которых они подписаны там telegram соцсети и так далее то есть допустим вас где вы где-то засветились и в какой-то группе из которой мы парсим базу и мы начинаем полностью по вам собирать информацию мы анализируем все соцсети все ваши комменты все ваши посты группы в которых вы состоите вот даже сайты которые вы посещаете посещали ваши интересы хобби путешествия работа семья то есть мы на самом деле не только знает собирать полный комплект информации но знает о вас очень много начинает знать и подбирают государства собирают такую информацию оказывается корпорации корпорации только только корпорациям только это и надо знать и вас на самом деле google на чем зарабатывают только на этом никогда не думали на чем зарабатывать google ну да который дает вам все бесплатно да фактически да который дается вам бесплатно он зарабатывает на продаже ваших данных и И под этого человека, под этот целевой юнит подбирается субличность лидера, с которой этому юниту будет максимально комфортно общаться. То есть, с которым он, ну, мэч произойдет, да, то есть, ну, комфортность общения, да. И диалог начинается с установления рапорта, то есть, никаких продаж, просто там с комментариев под его постом или там в какой-то общей группе комментариев. То есть, он начинается с ним охота, да, вот, такая, то есть, установление рапорта, там, обычное человеческое общение, где искусственный интеллект, вот этот вот субличность может рассказывать даже истории своей жизни, ну, как бы своей, да. Вот, уже самое, в контексте того, что интересно вот этому, вот этому юниту, да, целевому юниту, то есть, там, про рыбалку, окей, про рыбалку говорим, там, машины, про машины, там, не знаю, хобби-хорсинг, про хобби-хорсинг говорим. То есть, обычный человек так не сможет, короче. Да, да, то есть, это прям вот лучший друг твой начинает, то самое, то есть, такое вот втирание в доверие, если там грубо говорить. И потом, через какое-то время, в среднем, это где-то диалог, это длится около недели, через неделю только начинается прогрев на какой-то оффер, то есть, какое-то там заворачивание в какое-то направление, где у них может произойти предложение оффера. То есть, у них сначала идет просто диалог, вот, и в какой-то момент вот эта субличность делает им, делает оффер. И оффер, либо там, в зависимости от утепленности целевого лида, либо сразу уже перейти на компанию, либо в какую-то воронку продаж к лидеру. Вот, и дальше, после этой воронки, продолжает, субличность продолжает диалог до момента там, либо отказа, либо завершения коммуникации, либо продажи, да. Вот, то есть, полностью доводит до конца, вот, ну, до какого-то результата. А результаты, практически, посылания человека на лендинг, наверное, да? Посылания, да, это, нет, результаты регистрации, не посылания, это уже регистрация, регистрация в портале у нас. Вот, соответственно, с этой командой по трафику у нас, мы договариваемся по объему именно в этом инструменте, что они делают 9 миллионов диалогов вот с такими целевыми юнитами в месяц, 9 миллионов разговоров. И оцифровывают 100 субличностей, вот. Так как языковая модель у них есть российская, ну, русскоязычная, англоязычная, испаноязычная и на немецком языке, то есть, 4 языковые зоны у них есть, ну, и сделано, на Россию выделено, я выделяю 15 лотов. То есть, всего 15 лидеров, 15 золотых билетов, на которых будет заводиться весь русскоязычный трафик. Вот, то есть, оцифруются их субличности, этих 15 лидеров, и на них будет заводиться вот этот, ну, русскоязычный трафик. Конверсии примерно такие, то есть, если мы говорим всего, что у нас 9 миллионов диалогов разделить на 100 субличностей, то есть, в пользу одного лидера и его субличности будет происходить порядка 90 тысяч диалогов в месяц. Вот эта субличность под разными аватарами будет общаться с целевыми юнитами. Конверсия примерно такая, примерно 6% конверсия, то есть, где-то 5 тысяч, 5 тысяч, 400 человек, это те, которые попадут к этому лидеру в увеличение в аудитории, то есть, они подпишутся на этого лидера в каком-то соцсети, либо зайдут в канал и так далее. То есть, они, это увеличение аудитории лидера. Примерно 1% из вот этих 6% это 900, это 900 человек, короче, 900 человек купят сразу из этих 5 тысяч, 400. Вот, то есть, они утеплятся настолько, что им нужно будет сразу просто дать ссылку, ну, ревссылку на портал, и они тут подключаются, да. Вот, 4,5 тысячи будут заведены в воронку продаж. Там воронку простраивают, это спецкоманда, но она там состоит из заведения на автовебинар, и дальше там по чат-ботам, по телеграм-ботам. Вот. И примерно еще 900 человек из тех, кто попал в воронку в этот продаж в течение двух недель тоже конвертнутся в подключение на платформе Macrosmetics. Вот. То есть, около 2 тысяч продаж должны произойти, ну, продаж, подключение произойдут за месяц. И 5,5 тысяч где-то это аудитория, которая останется у лидера в его аккаунтах, в его соцсетях, которые он будет там догревать, и, возможно, которая еще сконвертится и догреется в будущих периодах. Вот. Это все те, с которыми он поговорил, кто про рыбалку, кто про что, да? Да. То есть, фактически уже теплые, ну, как бы друзья-знакомые, как бы так скажем. Да, 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 да. Они друзья-знакомые и заворачивают на лидера, вот, то самое, который начинает вести эфир, или там начинает коммуницировать, ну, как бы со своей аудиторией, продолжает коммуницировать со своей аудиторией уже от своего имени, но в той же манере, в той же форме, в которой было удобно этому, комфортно этому юниту. То есть, нету разрыва шаблона у пользователя, получается, у этого юнита нету разрыва. То есть, он продолжает общаться с тем человеком, которому по темпераменту, там, комфортен. Фантастика. Вообще, технология просто улет. Ну, для меня-то это не фантастика, я в своей книге об этом писал уже, поэтому я-то понимаю. Ну, вообще фантастика, то есть, не верится, что это уже настало в такое время. Да, да, да. Вот. Что происходит дальше? Если брать финансовую мотивацию, давайте, давайте, нагрузку. Сначала возьмем нагрузку. Вот. Из-за того, что, из-за высокой степени автономности и автоматизации всех процессов, весь этот трафик на одного лидера, то есть, 90-100 тысяч разговоров и там вся эта конверсия, поворонки, смогут суппортить, сопровождать два помощника лидера. То есть, на помощников и переключают диалог только в тот момент, когда юнит спросил что-то, что не смогла распознать и, ну, то есть, не знаю, там, упал лицом в клавиатуру и там, да, это самое. Ну, и это, там, кто он имел в виду. И, как бы, их помощники, ну, должны будут продолжить разговор. То есть, они пишут от себя ответ, а юнит получает его в том же самом диалоге, в котором, от того же самого Аватара, с которым он вел диалог, то есть, никакого разрыва нет. Вот. Ну, то есть, это очень высокая степень автоматизации. То есть, загрузка, на самом деле, небольшая. Нужно будет создать первичный контент лидеру, то есть, это записи вебинаров. И в том основной момент, это дальше, ну, поддержание этой аудитории, работа с этой аудиторией. Вот. То есть, это, ну, как бы, в принципе, та же стандартная работа, которую ведет сейчас каждый лидер. То есть, что-то рассказывать, куда-то развивать их, да, то есть, это самое, делать их жизнь лучше, делать их умнее, делать их продвинутьей и так далее. То есть, обычно, та же самая работа с аудиторией, которая делает, там, каждый адекватный, достойный лидер своей структуры, да, рассказывать о каких-то возможностях. Вот. Если брать финансовую составляющую, выгоду, финансовую выгоду золотого билета, мы берем в расчет, что за месяц подключилось 2000 пользователей. Это такой, я думаю, пока средний показатель, плюс-минус, который мы будем соблюдать. Вот, у одного лидера. При подключении к платформе юнит платит 100 долларов за подключение к единому торговому счету. Из этих 100 долларов, 30 долларов – это бонус лидеру, первый уровень. Соответственно, 2000 подключенных на 30 долларов – это 60 тысяч долларов единоразовые выплаты за месяц. Вот. Потом эти 2000 пользователей заводят свои депозиты на торговый счет. В среднем, средний размер депозита расчетный 2,5 тысячи. То есть, это 5 миллионов пул, который подключился на копирование за месяц через этого лидера. При 12% доходности мы генерируем 600 тысяч прибыли нашим алгоритмам, забираем себе 30% комиссии – это 180 тысяч. 90% от этой комиссии – это выплата в сеть. 90 тысяч выплата в сеть. И 20% из этого идет выплата лидеру в первом уровне. Соответственно, 18 тысяч долларов с этого заведенного объема будет бонус лидера. То есть, как через… ну, от комиссии с прибыли. То есть, лидер потратит сейчас 5250 долларов, а получает в первый месяц 18… Порядка 70-80 тысяч, да. Хорошая месяца. Это помимо чистых компаний. Да, да. И эта аудитория же остается, то есть, она на следующий месяц переходит, плюс добавляется новое. То есть, условно, если брать линейно, то там каждый месяц прибавление по 5 миллионов этого пола копирования. Да, пола копирования. Вот. Соответственно, в первый месяц он получил 18 тысяч с 5 миллионов, в следующий месяц это уже 10 миллионов. Соответственно, он получит 36 тысяч. В третий месяц это 15 миллионов. Ну, то есть, это вот таким вот накопительным итогом, потому что плюс реинвест, плюс увеличение депозитов и так далее. Вот. Почему цифры серьезные, да? То есть, в том, начать получать тысяч долларов со второго месяца, да, там, ну, прям очень заманчиво. Ну, я хочу сказать, что, да, при том, что особо, ну, то есть, ну, работа такая, что не вагоны разгружать. Вот. Вопрос, почему, да, слишком сладко. На самом деле, ну, просто сразу предвижу, потому что сразу его уже задают те. И, вот, еще раз повторюсь, да, я не солнышко, я не собираюсь их обогревать. Это, на самом деле, экономически выгодная история, мне как компании, вот, потому что, во-первых, если лидер заведет 2000 пользователей за месяц, он и так получит эту комиссию. Ну, то есть, это было, это заложено в финмодель. Это стандартная бонусная программа, которая, по которой, с которой была рассчитана вся финмодель компании. То есть, ничего сверхъестественного, то есть, экстра какого-то там у тех благодетеля не играю. Это стандартная бонусная программа, которая разработана, которая есть. Вот, что я получаю, когда у меня покупает лидер купит золотой билет, и я заведу на него, буду заводить на него трафик. Я получаю малую эффективную команду, потому что, если мне самостоятельно начать обрабатывать этот трафик, только для российской аудитории, мне нужно иметь 300 человек в подчинении, а то, наверное, под 350, наверное, потому что там, да. И нужно их как-то всех нанять, нужно как-то их всех контролировать, где-то их содержать, как-то их вести. Ну, то есть, это целая пляска с губнами, да, такая вот. Малоэффективные команды гораздо более мобильные и могут это дело выполнять. Плюс лидеры изначально умеют работать, они изначально мотивированы, они изначально умеют вести аудиторию, они изначально профессионалы, которым не нужно куда-то подпинывать и уговаривать поработать. Они знают, что делать. И, соответственно, я себе упрощаю бизнес-процессы, я плачу комиссию, которую и так была заложена. Я имею разнообразие субличностей, с которыми будет интересно общаться целевым юнитом. То нужно сделать лидеру, чтобы получить такой золотой билет. На самом деле, сделать нужно не так много. Первое, это нужно купить не менее 15 лотов токенов, да, неважно в каком раунде. Вот, купить 15, до 1 мая купить 15 лотов, не менее 15 лотов токенов. То есть, по текущему курсу 350 долларов за лот, это 5250 долларов. Второе, это нужно, мы с вами, естественно, подпишем договор о создании субличности, это электронной субличности, договор NDA о неразглашении, договор о сопровождении аудитории, что вы будете конвертировать эту аудиторию только в пользу компании Macrosmatic. В пользу себя в компании Macrosmatic? Да, в пользу себя в компании Macrosmatic, совершенно верно. Вот, нужно будет предоставить, есть первичный контент, это там два записанных вебинара, которые поставятся в автовебинар, ну, еще может быть какой-то, какой-то еще дополнительный контент. Ну, базовый это будет. По какому-то сценарию, то есть тоже научат как-то. Да, 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 конечно, конечно. Вот, и пройти обучение в течение месяца вот этой спецкоманды по трафику, будут кураторы, которые будут обучать, как работать с терминалом, через который общаются, и вот, там, будут помогать настраивать воронки продаж, смотреть конверсии и так далее. То есть у нас там суппорти базовой команды в течение месяца. Потом как бы обучатся и могут там самообучаться, да, то есть выберем там тех, кто будет обучать других. Вот, это то, что... Сколько по времени надо будет этому обучению, там, ну, примерно... Заложено месяц, заложено, что процесс, весь обучение, процесс сопровождения идет в течение первого месяца. Я так понимаю, обучение там не сильно, там, не высшая математика, там, ну, просто нужно привыкнуть к терминалу, вот, каким-то алгоритмам действий при определенных ситуациях, да, то есть там, ну, как это, ну, правила действия, да. Если происходит это, значит, надо сделать там раз, два, три. Если произошло это, там, там, три, четыре, пять надо сделать. Вот, и в течение месяца там есть прямой суппорт от этой команды, которая помогает со всем этим разобраться. Вот, дальше мы, как бы, там, своих внутренних аккураторов сделаем, которые будут дальше сопровождать в течение всего остального срока. Вот. Такой момент еще, кстати, упустил. Почему этот офер, золотой билет появился, и почему это выгодно мне, как компании Macrosmatic, потому что вот эти ребята, спецкоманда, ну, они вообще не дешевые. Они реально стоят хороших денег, вот. И финансирование этого... Мероприятия. ...направления, да, мероприятия, не было заложено в базовом, ну, в финансировании, там, бюджете в предстатках. Вот. Поэтому я, там, не стесняюсь этого сказать, что все деньги, которые будут получены от продажи золотых билетов, они будут на... Я сделал аванс, но там нужно доплаты сделать. Вот. Все эти деньги будут направлены именно на доплату, на произведение доплаты этой команды. Мы уже начали работать, мы подписали договор, но у нас есть график финансирования, который нужно соблюсти. Вот. И еще такой момент, что 60% оплаты за свои услуги команда вот эта КС, они взяли в Royalty Token. То есть они будут напрямую заинтересованы в эффективности своего же инструмента, чтобы он действительно работал с теми параметрами, которые они заявляют. То есть нет смысла говорить какие-то другие цифры, потому что они получают дивиденды именно от чистой прибыли. Будут получать дивиденды именно от чистой прибыли компании. Вот. Это очень интересно, когда они просто... Да, на самом деле очень круто. Ну вот как там, типа дайте нам деньги и все, мы выполнили заказ, до свидания. Да, да, да. И еще, кстати, Максим, ты не сказал, не целый год будут ли трафик, да, то есть... Да, да, договор на 12 месяцев, мы с упортимся 12 месяцев, да. Да, но 12 месяцев они начинаются у нас, по-моему, в мае, мае и июнь, там они на другое будут лить, да, они будут лить на докапитализацию, то есть на продажу токена, а лидерам они достанутся на 10 месяцев, насколько я понял уже, с июля, да? Да. Да, да. То есть вот эти цифры по 2000 человек в месяц, это, в общем, извините, 10 месяцев подряд. 20 тысяч подписанных человек только без приложенных усилий, фактически. То есть их сами эти ребята найдут, ну, если все пойдет так, как они обещают, да? То есть это надо задуматься. То есть лидеры вот эти, золотые билеты, да, это 20 тысяч человек в команде. Это, в общем, вообще редко бывают лидеры, которые способны 20 тысяч команды, даже не в первую линию, а вообще в принципе сделать свою команду 20 тысяч. А здесь 20 тысяч только в первую линию. Но я тут хочу просто пометить, что это не обязательно первая линия, это как вы разберетесь, как вы договоритесь. Может быть, вы найдете среди своих лидеров двух, вот тех двух менеджеров, которые будут обучать эта команда, и будете часть трафика подписывать под их ссылку. Давать. То есть не обязательно свою ссылку давать. Потому что первую линию в количестве 20 тысяч человек тоже не обслужишь. Вот. Поэтому это уже вы как лидер будете распоряжаться, да, какую ссылку подставлять и кому из лидеров ваших лить трафик. Это максим условно просто говорит первую линию. Лидер уже сам разберется, куда в команду строить. Ну, понятно, что не в восьмую, не в девятую, а первую, но максимум там вторая линия будет поставлена на эти люди. И еще, наверное, что я добавлю немножко. Вот ты говоришь, почему вы эту команду взяли и не наняли каких-то менеджеров, да, чтобы все обработать без сети. Вот. Они-то трафик перестанут лить через 12 месяцев, а лидеры сетевые, да, они в этой компании, в Macrosmatics останутся и дальше. Это еще один плюс. Почему именно так? Да, однозначно. Это диверсификация по трафику, потому что оно, там, сказать, вот инструмент очень крутой, да, очень эффективный, но делать стопроцентную ставку только в один инструмент, ну, это в принципе неправильно, да. То есть диверсификация, она работает не только в инвестировании, да, она работает в принципе в бизнес-процессах практически во всех, да. То есть когда у тебя есть, там, два-три дублирующих функционал у себя инструмента, да, ты в принципе свободен. Когда у тебя есть два-три поставщика, ты вообще не нервничай, что один отвалится, да, который будет тебе диктовать условия, это самое, о том, как тебе с ним работать, да, потому что ты можешь сказать друг, ну, тогда, наверное, до свидания, да, и переключиться на, там, на других поставщиков, которые есть. То есть точно так же с ребятами по трафику, то есть мы будем развивать и классический маркетинг, мы будем развивать и сеть, мы будем проводить мероприятия, мы будем работать с лидерами мнений, мы будем там светиться на мероприятиях, на конференциях, мы будем свои мероприятия проводить. То есть весь комплекс, это не отменяет весь комплекс остальных работ. То есть это просто один из инструментов очень крутых, очень мощных, но это всего лишь один из инструментов, который потенциально может на себя взять там четверть, а может быть там и треть всего объема трафика. Но он конечный, потому что у нас договор на 12 месяцев, а компания будет работать гораздо дольше, поэтому, естественно, мы развиваемся и по остальным направлениям тоже. А я тут зацеплюсь за твое слово про мероприятия, которые мы будем проводить внутренние, и напомню, а может быть для кого-то сделаю открытие, что ты, Максим, занимался крупными, проведением крупных мероприятий на юге России. Было. И причем не каких-то там специфических, там, не знаю, медицинских, а именно ты организовывал тренинги и выступления Тони Робинса, да? Не, не Тони Робинса, тренеров из команды Тони Робинса, да. Я съездил на тренинг к Тони Робинсу, очень сильно вдохновился, и решил, что это должны увидеть все. То есть у тебя есть огромный опыт в организации, в общем, крупных мероприятий. Да, но не дай бог это делать самому когда-то еще. Ну, значит, ты знаешь, кого нанять, что и как сделать. Да, ну, я знаю, как это должно, я понимаю стандарты качества, как это должно быть. Ну, не дай бог это снова делать самому. Я становлюсь слишком стар для этого дерьма. Хорошо, есть вопрос у Иры Игнатьевой, может быть, дадим слово? Или еще что-то? Да, конечно. Ир, включай микрофончик. Добрый вечер, меня зовут Ирина, город Казань. Добрый. Привет, привет. Ну, частично я вот получила в этом процессе разговоры на свой вопрос, но все-таки уточню. Первый вопрос. Кто создает контент для тоннеля продаж воронки? Лидер или вы? Создает контент для воронки и туннеля продаж, да? Вот, все это делается через нейронные сети. То есть они отбирают, они выстраивают. И, короче, это на нашей стороне все. А, вы сами делаете, да? Да, 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 да. Я, допустим, как лидер или помощник, да, значит, на меня, к примеру, выходит уже горячий лид, задает вопросы, и я конкретно закрываю сделку уже. Правильно? Да. Вот. Ну, есть, естественно, несколько вариантов, да? То есть есть вариант, который, где лид, там, целевой юнит, да, конвертится автономно, да? То есть вообще не соприкасаясь с вами, но по вашей реферальной ссылке. Вот. Второй вариант, когда он попадает к вам на вебинар, он, там, получает информацию именно уже от вас, как от лидера, там, вдохновляется и уже может задать вопрос, там, вам или вашим помощникам, ну, уже в личку, да, условно, да? Вот. И тогда уже у вас, как у лидера, идет диалог с этим юнитом. Вот. Либо он попадает дальше к вам в подписную базу, то есть в Телеграм, или в Инстаграм, или на Ютуб, и остается там, и там догревается, и тоже в какой-то момент выходит с вами, может быть, на диалог, либо запросить рефссылку. То есть дальнейшим прогревом занимается лидер до заключения сделки? Да. Да, задача ИИ довести юнита до вашего, до подписания в вашу базу и до первого мероприятия, либо получения сразу рефссылки вашей, либо до вашего контента, то есть в вашу воронку продаж уже попадания. В мою уже воронку продаж, ага, отлично. Да, точно. Таким образом я сама еще должна записать автовебинар. Да, вы записываете базово, это сейчас два вебинара, возможно, впоследствии надо будет какой-то перезаписать, который мы видим, допустим, что два вебинара. Да, лучше потом уже на авто запускается, то есть несколько дел будет уже на этот самый. Абсолютно верно, да. Потому что, ну, чтобы не ждать там, допустим, поток аудитории высокий, и чтобы, ну, не сказать, что через неделю будет этот автовебинар, да, мы его будем пускать два раза в неделю, вот, соответственно, попадает на ближайший. А два чуть-чуть по разным темам, там, ну, или с разными названиями, вот, просто чтобы, ну, как бы была вариативность. Да, 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 это мне все знакомо, я училась специально на этом. Вот, а дальше я уже там как менеджер продаж просто с горящими лидами закрываю сделки. И вот смотрите, второй вопрос, второй вопрос, да, был по контенту, а второй вопрос, боже мой, дай бог памяти, забыла. Ну, ладно, я сейчас, я забыла второй вопрос. Я тогда, можно попозже, ладно? Да, конечно, конечно. А может быть такое, что ни у кого больше нет вопросов, Ира, и ты будешь и попозже, и сейчас же одновременно. Вот, ты тогда руку подними, как будешь готова, и опять. Ну, что, мы на самом деле достаточно много вместе, уже час десять, это лимит, я бы сказал, тем более для пятницы вечером. Тут внимание уже, наверное, рассеивается по-любому. Да и Максим... А вот я нашел в чате вопрос от Ирины, 60% токенов компании, а выход в USDT поэтапно за 10 лет. Нет, токен весь, все 60% будут захолдены на 10 лет, вот. Вот, то есть мы не планируем продавать свою долю, ни я, ни команда, вот. Поэтому мы сразу захолдили его на 10 лет. Мы будем выкупать на раундах байпбека слабые руки, ну, то есть кто... Это термин слабые руки, да? Вот, те, кто захочет продать на ранней стадии, там, и выйти в кэш. Вот. Будем выкупать их royalty token, вот. И тем самым, там, увеличивая свою долю в компании, вот. Вот, и именно эту часть мы можем представить на open sale, там, взять чего-то, да. То есть если нам нужно будет, допустим, простимулировать какого-то нового лидера, который, ну, естественно, не был в тот момент на presale, да. Он очень сильно проявился в компании, да, там, и нам нужно как-то его выделить и, там, дать ему право, там, купить royalty token. Соответственно, мы будем продавать его из тех, из той доли, которую вы купили на байпеке. То есть наша доля всегда будет в полде стоять. Хорошо. Вот теперь, наверное, все. Ну да, я думаю, что в целом, хоть у нас и нет какой-то фанфарной части, где мы закрываем занавески и говорим, что вот, да, вот мы сейчас завершение такое. Мы просто раз и прекратили рассказ. Вот. Но лично я как-то... Знаешь, я, 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 у меня есть история, на которой можно закончить. Я, мне прям нравится ее в последнее время, вот, я вспомнил, я прям рассказываю ее по... Потому что она вот в контексте золотого билета и того, что сейчас происходит, прям вот супер. Прерия, зеленая прерия, бежит стадо антилоп. Огромнейшие. Конца и края стадо антилоп не видно. Просто такой табун несется. Те, кто, антилопы, которые бегут первыми, им достаются самые свежие ягоды, самые сочные листья, там, самые мягкие плоды. Все самое лучшее. Вот они бегут первыми. Те, кто бегут за ними, уже кушают плоды чуть похуже, там, где-то чуть-чуть подмятые, где-то там чего-то. Уже не то, уже листики не такие, это самое, уже подъедены, уже там где-то чуть дальше. Те, кто бегут следующие, уже наступают процессы жизнедеятельности, те, кто пробежал впереди. Уже там подъедают веточки, уже нету листьев, уже нету плодов, уже какие-то надо обгладывать по ходу тела кору. Те, кто бегут с последними, уже такой просеки, просто такая просека через прерию, уже выстил, выстил просто ковром из процессов жизнедеятельности всех, кто пробежал впереди. Нет ни одного листика, ни одного там, ни одной веточки. Остались какие-то только корения, которые надо просто выдергивать, дубы ломать. И все такое. И это вот прям картина того, что сейчас происходит. Может быть, не все понятно. Может быть, есть какие-то нюансы, какие-то цифры могут быть, но сейчас не спрогнозированы на 100%. Но это то, что сейчас происходит с вот этой спецкомандой по трафику и с предложением по золотому билету, по сути, это окно овертона. Это открывающееся окно возможностей. То есть суперрезультат, суперуспех – это всегда плата за риск. Ты понимаешь окно возможностей, ты принимаешь решение сделать. И когда все получается, у тебя получается сверхрезультат. На Россию у нас всего 15 мест. Увеличивать эту квоту не будем, потому что российская аудитория не флагманская. И мы больше будем ориентироваться на иностранную аудиторию. Всего 15 мест. На текущий момент, я знаю, 6 уже выкуплено на 100%. Два проавансированы, но еще не закрыты. Соответственно, у нас на текущий момент свободны только 7 золотых билетов. Мы начали их продажу 8-го, по-моему, числа. 8-го или 7-го. Что-то такое. То есть 4 дня, 4-й день сегодня, как этот оффер. И только сегодня утром закончили слайды. Закончили делать слайды, да, Алексей? И то с ошибкой. Ну, это, наверное, просто на клавиатуру палец упал. И лишнее. Мы ее уже осправили прямо сейчас при всех. Что я хочу сказать. То, что важное замечание, наверное, для тех, кто золотой билет покупает. Возможно, это просто инвестор. Ну, вы просто инвестор. И вам не хочется париться какие-то там лиды, что-то еще. А получить вы все это хотите. Ну, потому что это не просто доля в компании, да, вы покупаете. А вы можете еще и купить такую огромную организацию, которая принесет, в общем, суммы, наверное, побольше, чем ровная чистая доля в прибыли компании. Да, диригентно. Выход очень простой, чисто деловой, да. Вы просто сажаете менеджеров, и менеджеры за вас все делают. Вам только надо выбрать из своих там знакомых, подопечных, чью аватарку будет оцифровывать, собственно, вот эта команда. И этот человек будет ответственный за всех, ну, за весь этот трафик. Где-то не обязательно, может быть, вы. Ну, если вы как инвестор выступаете. Вот это я хотел займить. Да, отличное дополнение. Я думаю, ну, мы уже час-двадцать разговариваем. Я думаю, надо заканчивать. Если нет вопросов каких-то же отрепещущих, вот. Ну, я думаю, сейчас гораздо все стало яснее. И по слайдам, потому что мы просто выложили слайд в чат, и, может быть, что-то было непонятно. Когда эти слайды заговорили, тем более в лице основателя, то все вроде бы встало на полочке. И, судя по тому, что вопросов больше нет, будем считать, что все понятно. Если что, у нас есть чат официальный всегда, там можно писать комментарии. Чат, там через тебя можно задавать вопросы. Там можно, если есть такая необходимость лично со мной еще раз связаться, пообщаться. Там заранее это надо запланировать, потому что прям минуту в минуту это сто процентов не получится. Хотя бы попробовать можно с сегодня на завтра, да, так вот договариваться. Но это можно сделать. Заранее за денек хотя бы, да. Да, хотя бы за денек, да. Вот правильно. Спасибо, друзья. Спасибо за то, что в день космонавтики были сегодня на нашем космическом корабле. И куда там, to the moon, да, отправимся мы. To the moon. Уже сейчас практически. To the moon. У нас форфал по токенизации ребята должны выдать 20 апреля. И мне уже говорят, а это специально подготовлено под хаудинг биткоина и выход этого тонкоина. И я такой, нет, так совпало. Но как говорил великий мастер Углэйк в Тунфу Панде, случайности не случайны. Теперь до свидания. Я поясню просто, не все поняли. Портал, имеется в виду, вот сейчас токены можно купить через бота в Телеграме. А это будет портал, да, где будет личный кабинет, где будет все ясно и понятно. Это уже часть конечного портала, да. Конечного портала, один из блоков конечного портала. Да, это уже один из блоков того, что мы будем видеть с 1 июля. Но эта часть, она будет настроена под токенизацию сейчас, под продажу токена. А, мы еще, знаешь, что не сказали, что есть же партнерка с токенов. Вы, если привлекаете кого-то, кто покупает Royal Token, то вы получаете 10% с первой линии, 5% со второй, 2% с третьей и 3% с четвертой в utility токенах по текущей цене, по 0,1 центу. И вы можете utility токен сразу конвертировать в USDT вам в течение нескольких часов, потому что сейчас транзакция обрабатывается вручную, пока нет автоматизации, но она будет 100%. Вы можете сразу конвертировать и в USDT по цене 1 цент за utility токен. А можете подождать релиза компании и посмотреть, как будет расти utility токен. Да, ну, во-первых, его можно будет продавать, когда он будет расти, а во-вторых, его можно использовать на... Да, функциональность, да. ...которые будут в самом портале, да, там можно будет уменьшать комиссию с их помощью, там что-то еще такое делать, да, интересно? Увеличивать уровни, уменьшать комиссию, вип-статусы, оплачивать мероприятия, там очень много всего функциональности, да. Окей, ну все, вот теперь, я думаю, вот действительно все. Друзья, до встречи на следующем мероприятии, а мы берем обязательства больше в пятницу вечером их не проводить, если это возможно. Да, да. Может, хотя бы на четверг перенесем. Хорошо. Да, Никита спрашивает, куда пойдет биток? Биток пойдет вправо. До свидания. До свидания. Хорошо. Все, счастливо.